Ну а теперь перейдем к более сложным вариантам структуры хранения данных, когда у нас присутствуют сложные взаимосвязи. На примере двух задач мы с вами рассмотрим создание структуры фаблоков и выборки данных. Еще раз напомню суть. Нужно сразу спроектировать структуру так, чтобы выборки из инфоблоков получились как можно более быстрые, с меньшим количеством запросов. Сложные данные начинаются там, где есть. Первое. Сложная структура данных с множественным полей, связи. Как правило, эти данные не ложатся на линейную структуру. При этом эти связанные данные не живут отдельно, а осуществляются взаимосвязанные выборки для обновления данных. Второе. Изначально закладывается может и не очень сложная структура данных, но при этом объем данных предполагается очень большим. При этом нужно подойти к проектированию данных с большей ответственностью. Третье. Опять же данные не сложатся на структуру, но при этом посещаемость сайта, где эти данные выбираются, большая. То есть высокая нагрузка на сайт, на данные будет. Очень критично, как выборка данных будет отдаваться. Насколько быстро. Четвертое. Ну и тут мы, по сути, перешли к основополагающему пункту – скорости выборки данных. В нередкой ситуации проект сдаётся с демо-данными десяток элементов каталогии. За месяц-два клиент наполняет проект реальными данными – сотни тысяч элементов. И сайт лёг. Разработчик должен хорошо понять структуру объектов и грамотно положить её на инфоблоки, учитывая реальные объемы элементов каталогии. Причём стандартные компоненты, которые существуют в Битриксе, могут удовлетворять до поры до времени. Они сделаны универсально, чтобы вы с помощью только одних настройок компонента достаточно гибко меняли вывод данных. Например, там есть проверка прав доступа. Если она вам не нужна, можно её убрать. То же самое. Вы можете выбирать только необходимые вам данные. Например, штатный компонент списка новостей выбирает все стандартные поля, а также все пользовательские свойства, если вы настройке указали хотя бы одно на вывод. Ну а теперь перейдём непосредственно к нашим задачам. Задача номер один. Нам необходимо создать структуру данных для хранения зарегистрированных пользователей мультиварок. У каждой зарегистрированной мультиварки есть название, описание, комментарий администратора, номер чипа, серийный номер, модель данной мультиварки. Ну и конечно же, она имеет некоторый тип мультиварки. Вот такая структура у нас получилась. Первая сущность, которую мы выделили, это тип мультиварка. Как правило, существует всего несколько типов на все существующие мультиварки. Далее мы выделяем в еще одну сущность модель. Модель у нас имеет название и связь с типом мультиварок. Тип мультиварки может быть связан с множеством моделей, но одна модель может быть только одного типа. Далее у нас серийный номер, также выделяется в отдельную сущность. Имеет серийный номер и связь с моделью. Тут также один серийный номер может принадлежать только к одной модели. Но к одной модели принадлежит масса серийных номеров. Аналогично с чипом. И последняя сущность, это зарегистрированные мультиварки. Здесь у нас название, описание, комментарии администратора. По идее, по задаче, мы должны поставить связь с чипом, и этого достаточно. Но это кажется только на первый взгляд. Как мы выберем с вами все зарегистрированные мультиварки определенного типа? Или как узнаем, какой тип у данной зарегистрированной мультиварки? И для этого нам придется проходить по целой цепочке связей. Для этого мы пойдем по пути создания дополнительных дублирующих связей. То есть у зарегистрированной мультиварки делаем прямые связи серийным номером, моделью и типом мультиварки. Да, это усложняет нам поддержку данных в актуальном состоянии. Например, нам придется поместить обработчики на добавление, удаление и обновление элементов. Ну и как вы, собственно, поняли, что каждая сущность в данном случае – это отдельный инфоблок. Кстати, когда проектируют структуру данных по Bittrex, не забывайте об удобстве не только выборки, но и наполнения данных. Это не должно быть в ущерб оптимальности выборки, но интерфейс редактора сайта не должен приводить к взрыву его мозга. Если данные настолько нестандартны, то вам придется делать отдельный интерфейс администратора. От этого никуда не уйти. И вот что у нас в итоге получилось. Мы создали тип мультиварки. В нем есть инфоблок зарегистрированной мультиварки. Открываем его. Вот у нас видим, она зарегистрирована мультиварка. Открываем ее, смотрим, что у нас. Есть название, описание, комментарий администратора, чип. Это то, что обязательно у нас должно быть. А вот у нас дополнительные связи. Модель, серийный номер, тип мультиварки. Без них, в принципе, мы могли обойтись, но для оптимизации запросов, выборки, мы эти связи напрямую создали. Далее, у нас чип, с которым связана мультиварка зарегистрированная. Чип у нас имеет номер чипа и серийный номер, он связывается с инфоблоком серийные номера. Открываем серийные номера. У нас есть серийный номер. Здесь, собственно, есть поле серийный номер и связь с конкретной какой-то моделью мультиварки. Вот инфоблок мультиварк у нас. Здесь у мультиварки, у моделей мультиварки есть, собственно, название какое-то и тип мультиварки. Связь. И вот, собственно, инфоблок типов мультиварки. Данный инфоблок ни с чем не связан. Он сам по себе. Это к нему привязываются другие инфоблоки. Вот у нас, собственно, представляется собой только название. Также нужно учесть, что при обновлении, добавлении зарегистрированной мультиварки нам нужно в коде актуальность вот этих связей поддерживать таким образом, чтобы, допустим, мы были связаны с чипом, где вот эта связь, серийный номер с ID 321, да, и в данном чипе связь была такая же, а не с другим серийным номером. Иначе у нас произойдет рассинхронизация данных, выборка будет неверная, и будут ошибки в результате при выводе. Продолжение следует... Продолжение следует...